Добрый день. В этом году так сложилось, меня поразила одна мысль, идея, личность. Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями по этому поводу. О какой личности я говорю? Это личность царя Йошияу. Как это связано с разрушением храма и периодом Бенемет-Царим между тесними, в котором мы находимся, сейчас объясню. Итак, на 18-м году правления царя Йошияу он находит свиток Торы. Нужно сказать, что про царя Йошияу написано, что он был праведным царем, делал все прямо во глазах Всевышнего и делал, как делал его отец Давид. То есть он был праведным царем Иудеи. Речь идет уже о том, что уже 130 лет назад колено Израиля из Северного Теарства были угнаны Ассирией, растворились. Частично пророк Йошияу вернул их в еврейский народ. И царь Йошияу понимает, что Иудеи находятся в тяжелейшем кризисе. Это связано с тем, что его дед Минаше построил, поставил идола в храме, сделал всех жителей Иудеи идолопоклонниками, старался не за страх, что называется, а за совесть. Не будем сейчас говорить о царе Минаше и о том, что он сам свидетельствовал о себе, что это невероятная ецерара, злое начало. Служить идолам было причиной, при этом у него была даже одежда, которая делала, чтобы он, когда он вставал, он не бежал бы служить идолам быстро. Но царь Йошияу сталкивается с тем, что он должен исправить то, что сделал его дед. Отец его был на престоле всего два года, и он не успел, что называется, многого сотворить. То есть Йошияу реформирует и пытается вернуть весь еврейский народ. Последствия правления, долгого правления, 55 лет был у власти царь Минаше, был самым длинным периодом правления еврейского царя когда-либо. И вот царь Йошияу за свои 31 год правления пытается исправить то, что сделал его дед. И вот он находит, на 18-м году своего правления, находит его слуги Сефер Тору, Свитек Тору, в котором написано, что Всевышний обрушит проклятие. В том числе там написано, что поведет он твоего царя, которого ты поставишь над собой в кандалах. Он-то видит, рвет на себя одежды, идет к пророчестве Хульда. Она пророчествует, что с ним это не произойдет. За счет того, что он сделал Чуву, это постановление не произойдет с ним, этот приговор не выполнится в его жизни, а он умрет с миром и придет к своим отцам. Но при этом царь Йошияу все равно старается все время исправить. Несмотря на то, что приговор вроде бы уже обнародован, вроде бы уже известен, храм должен быть разрушен, царь Йошияу старается, приводит весь народ заново в союз со Всевышним, уничтожает по всей стране Израиля места, где служили идолам, или даже жертвенники, которые были для Всевышнего, но в то время уже нельзя было приносить жертвы вне храма. Он реформирует, старается, ищет по всей стране тех людей, которые не идут за Торой, и он праведный царь старается привести весь народ к исправлению, дабы пророчество о разрушении не произошло. Трагично, что происходит с ним в будущем, в конце. Читая Тору, он видит, что если мы будем соблюдать, то меч не пройдет по нашей земле. И тогда он понимает, что меч имеется в виду даже люди, даже чужие армии не будут использовать нашу землю в качестве плацдарма, в качестве места, через которое они проходят, потому что там написано уже в этом стихе, в главе Бехуката, и написано, что дам я вам мир, и меч не пройдет. Значит, меч идет, речь идет не о том, что будет какое-то нападение, даже если мирная армия по отношению к нам проходит через это место, через землю Израиля, этого не будет. И тогда, когда египетский царь, который хочет пройти и поддержать ассирийскую армию, хочет пройти через землю Израиля, Иощея выходит со своим войском, и у города Магидо встречает египетскую армию, и говорит, что он не хочет дать пройти египетской армии. Тогда египетский фараон шлет ему письмо, что тебе и мне, царь иудейский, я иду под именем своего бога, думает царь Иощеяу, раз он смотрится и прикрывается именем своего идола, я его смогу победить. Он выводит свою армию и не успевает вступить в бой, когда в него попадают 300 стрел. Он не хочет, чтобы его солдаты побежали, и поэтому не показывает, что он смертельно ранен, и не уходит с поля боя. Но при этом он говорит, что я очень заболел, мне очень плохо, его выносят. Когда он умирает, пророк Иеремиял склоняется к нему, и пытается услышать, что он шепчет, и он говорит, «Цадику Ашем, праведен он Всевышний, кипигу Мариси, ибо я взбунтовался перед его устами». Невероятная вещь. И тогда пророк Иощеяу говорит, что он действительно праведный царь, до конца своей жизни он принимал власть Всевышнего и принял приговор Всевышнего. Сдает геморав, трактатит Анит, вопрос, трактатит Моэт Катан. Как же так? Где же обещание, что он умрет с миром? Он погиб. Все его тело превратилось в решето. 300 стрел в него попали. Тяжелейшая смерть от тяжелых ран. Отвечает геморав, он не увидел разрушения храма в его дни. То есть он умер в бою, но не пережил унижение, захват и поражение, уничтожение всего святого, что он видел. Это называется с миром. Меня очень поразила личность царя Иощеяу. Какой праведный царь, какая мощная личность, какое желание исправить. При этом он понимает, что приговор Всевышнего может быть исполнен, или он уже оглашен, и поэтому он прячет свитокторы, прячет ман. Все это он делает так, чтобы, если произойдет разрушение храма, по максимуму сохранить все, что можно. Но при этом он старается провести реформы, дабы разрушение храма не произошло. И он умирает праведной смертью, а разрушение храма движется, его сыновья, встающие на престол, начинают вести неправильную политику и приводят к разрушению первого храма. Что говорят наши мудрецы? Почему этот великий царь Иощеяу не смог исправить то, что было постановлено? Так вот, ответ – народ не был с ним. При всем при том, что его реформы были очень мощные, всеохватывающие, они не могли исправить сердце народа. Народ не был с ним. За что он получил такую тяжелую смерть? Почему, так сказать, в чем была его ошибка? Геморраг говорит, он не должен был спросить у пророка Ирмияу, а выходить ли на войну с египетским фараоном. Да, но это, так сказать, деталь. Это почему он сам погибает так тяжело, потому что он не задал вопрос пророку Ирмияу. То есть из этого мы видим сам праведный царь, человек, который знает много Тора. Если у него есть возможность задать вопрос пророку и получить непосредственно информацию от Всевышнего, он должен это сделать. Это претензия непосредственно к самому царю. Но почему его реформы не смогли иметь тот результат, который он хотел? Потому что народ не пошел за ним. Представляете? То есть нет такого понятия, в еврейском народе есть такое, нету царя без народа. Если народ не хотел искренне того же самого исправления, которое хотел царь, то все реформы царя не произошли, не помогли. Вот эта мысль, она меня на самом деле заставляет содрогнуться. То есть получается, что без народа царь, какой бы хороший он ни был, не сможет привести спасение. И поэтому, возвращаясь к аналогии наших времен, потому что все, что написано в пророках, актуально и для нас. Если мы хотим исправить что-либо, нужно знать, что от нас, от простых людей, все зависит. Не главы поколений, не великие рабины, не цари наши, которые нами управляют, они решают, что будет. Все решает простой человек, каждый отдельный индивидуум, который начинает, усиливается и возвращается ко Всевышнему. Это то, что решает. Потому что царь, какой бы праведный он ни был, мы видим на примере Йо-Щи-Яу, один не сможет, а с народом да, сможет. И даже есть примеры, когда неправедные цари побеждали в войнах. Почему? Потому что народ был весь сплочен. Вот. Какая из этого мораль, с той басни, что давайте каждый из нас будет понимать, что мы часть этого народа. Большое спасибо. 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 Спасибо.